Девочка-пай Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы в гостях у представителя одного из самых древних народов мира и к тому же прославленного музыканта, художественного руководителя и дирижера Самарского муниципального духового оркестра, руководителя ансамбля еврейской музыки и председателя городской еврейской национально-культурной автономии Марка Львовича Когана. Здравствуйте, Марк Львович! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Марина! Марк Львович, о культуре еврейского народа можно говорить, наверное, не часами, а днями, потому что столько особенностей, столько интересных традиций, даже летоисчисления какое-то особенное. Да, ну, дело в том, что летоисчисление идет от сотворения мира, и поэтому сегодняшний Григорианский календарь остается. Что касается культуры, действительно, можно говорить много, потому что вы понимаете, что 3 тысячи, около 5 тысяч лет истории еврейского народа собрала, эта история собрала в себя и вобрала в себя очень многое. От тех племен, которые давно уже и народов, и государств, которые исчезли до тех пор, пока пришло наше время, и впитывается культура других народов, еврейский народ щедро делится с окружающими народами. Вот на примере клейзмерской музыки, я просто вам скажу, что когда мы слушаем клейзмерскую музыку, то мы слышим там интонации и сербской музыки, и русской музыки, и гопак украинский там слышно, можно услышать, и немецкий напев. Длинная, долгая история есть в данном случае, но именно то, что позволяет еврейской культуре быть очень глубокой, литературе, потом, культура, ведь культура, это же не только музыка, искусство и литература. Это все, это начиная от вышивки, кухня, это обычаи, это уважение к старшим, это уважение к детям. Ну, анекдоты про еврейскую маму, вы, наверное, все знаете, что чем отличается еврейская мама от террориста. С террористом легче договориться. Вот дословно. Этот анекдот, это истинная правда. Я знаю это по своей маме, да, ей Бог долгие годы и доброго здоровья. Обучение было одной из самых главных элементов еврейской семьи. Во времена, ну, по крайней мере, из источников я знаю, что где-то последние 2-3 тысячи лет нет неграмотных мальчиков. Они все учатся в школе. Очень интересный факт, я расскажу вам из еврейских обычаев. Когда ребенка приводили в школу, ну, в хедр, к учителю, Меламеду, первым делом, что Меламед делал, это он давал ему книжку, первая страничка которого, букваря, была помазана медом. И он говорил малышу, а ну-ка попробуй. Тот пробовал. Вкусно? Да, сладко. Вот таково, мои други, учение. Сейчас именно что-то такое традиционное сохраняется в Самаре? Есть, может, какие-то праздники, которые именно по всем традициям, обычаям отмечаются? Именно благодаря вот этим традициям, благодаря еврейским праздникам и, прежде всего, религиозным праздникам, удалось сохранить народ как таковой. Ну, начнем с праздника Рошишана, голова года, то есть Новый год, еврейский Новый год. Это, как правило, сентябрь, попадает на сентябрь, где-то начало, середина, конец сентября. И это счет месяцев начинается с этого Рошишана. Это и подведение итогов, это и, как бы сказать, обдумывание того, что произошло в прошедшем году, что было правильно, что было неверно в отношениях с близкими, в отношениях, условно говоря, на производстве. Дальше идет очень такой серьезный праздник, это Йом-Кипур, это вообще вот совершенно религиозный праздник, когда человек совершенно должен раскаяться во всех своих грехах. Ну, конечно, праздник Песах, праздник Пурим, праздник Суккот – это вот основные праздники, которые отмечают евреи абсолютно практически одинаково во всем мире. Песах – это, ну, по-разному переводится, где-то прыжок, говорят, где-то метка, это ангел метил еврейские дома, для того, чтобы, когда, добрый ангел, когда злой ангел пойдет, он не заходил в еврейские дома. Расскажите немножко о кухне еврейской. Вот часто мы слышим название «кошерная еда». Вот что это означает? Есть правила такие, не вари козленка в молоке его матери. Есть вот такая, в Торе есть такая фраза. Ее трактуют по-разному, но вывод практически из него такой, что нельзя мясное и молочное варить в одной посуде. Нельзя в одном блюде совмещать мясное и молочное. Это первое правило кошерной пищи. То есть это специальный забой скота, когда ни одна капля крови, надо так забить, чтобы ни одна капля крови не попала в мясо. Далее. Когда начинается пейсах, есть целое правило избавления от хамеца. Хамец – это все, что связано с квасным. Квасное. Дрожжи, квас и так далее. То есть в доме выметают пылесосом, щеткой все крошки, которые могли, хлебные, которые могли куда-то затесаться. Посуда, в которой там пеклось что-то или варилось. Причем это даже есть такой, как сказать, обычай продавать. Это не еврейским соседям. Что такое маца? Это хлеб скудости, это хлеб бедности. Это хлеб из знания. Это та самая маца, когда 40 лет водил Моисей, вышедших из Египта евреев по пустыне, для того, чтобы умер последний раб и родились уже свободные. Так вот, от хлеб бедности кушали. Расскажите об ансамбле, как давно он существует и в чем секрет вот этой невероятной любви людей самых разных национальностей именно к еврейской музыке? Начну с того, что ансамблю Алья в этом году 25 лет. Когда 25 лет назад мы стали собираться и мы организовали такой ансамбль. И поводом-то, в общем, было что? По-моему, как раз Рошашана была осень. И я пошел в синагогу. И мне надо было за наших вот как раз погибших родственников во время Холокоста. Я хотел, чтобы Кадеш прочитали. Это была осень, хорошо помню. И попал на праздник. Я и сам не знал, что праздник. Стоит на аккордеоне парень играет, стоит там на бубне ему подстукивает. Еще кто-то, по-моему, третий был, скрипач, по-моему. И так это было, мне показалось, это жалко. То есть людям это нравилось. Я, видимо, с профессиональной точки зрения музыканта посмотрел на это. Как-то мне так это царапнул. Думаю, настолько хороших музыкантов в еврейской национальности. И вот это меня подтолкнуло. И из Арзицы Фиманического архитекта филармонии мы сделали замечательный камерный ансамбль. Тогда нас было 10 человек. И вот так началась наша поездка. Сначала мы дали здесь концерт, в ДК 4 ГПЗ. Я помню этот концерт, когда люди встали в пароходах и буквально вместе с нами плакали. Потому что люди... Это сложно понять. Но для большинства еврейская музыка, для большинства евреев, веревское слово, еврейская музыка, были ниже плинтуса. Это было нельзя. Мы не могли играть клесмерскую музыку в таком характере, в забойном, который свойственен клесмерской музыке. А тут у нас стали ребята уезжать. И мы остались как-то сначала ничем. И главное, что кларнет, который супер-пупер в клесмерской музыке, я не мог никак найти замену, но пока мы как-то вот с нашей родиной близко не познакомились. И мы на этой базе сначала квинтет клесмерский организовали, потом пригласили тромбониста и трубача. И у нас стал классический клесмерский ансамбль с трубой, тромбоном, скрипкой, кларнетом, аккортионом. Там еврейская музыка действительно захватывает, захватывает драйвом, во-первых. Потому что она сама, то есть такой постоянный внутренний завод. Музыка заводит тебя, ты заводишь публику, публика заводится сама, начинаются аплодисменты, шум, бегают дети. Это настоящий еврейский концерт, когда в зале стоит геволт, то есть гвалт стоит такой. Сейчас в Самаре строится в поселке Волгарь национальная деревня. Есть проект еврейского дома? Какой-то может дизайн-проект, какое-то внутреннее наполнение? Есть, да. Этот проект делал мне внук знаменитого самарского строителя, архитектора Генриха Вейнгартена, Женя. Он сделал очень хороший проект. И на фасаде будет минора нарисовано, вот семисвечник. И на боковую дверь около того тоже будет минора. Ну, стало мне это не очень дорого, хотя и дорого. Я Вейнгартену дал прямо, что называется, у него дома концертную программу. Он говорит, мне не надо денег, но бесплатно я тебе сделать ничего не буду. Вот ты дай мне концерт. И мы приехали, дали ему концерт. Он до сих пор это вспоминает. И я думаю, во-первых, мы туда библиотеку перевезем. Две комнаты. Одна, что поменьше, будет библиотека, а та, что побольше, это будет. Там обязательно купим аппаратуру. Есть масса интересных тем. Есть масса, хотя место, ну, не близкое, так скажем. В основном наши евреи, на мой взгляд, живут на безземянке. Хотя кто-то называет по традиции район Осипенко, Челюскинцев, Новосадово и Иерусалимом. Поверьте, он давно ошибается. Я эту фразу, значит, Иерусалима я лет 40 назад слышал от таксистов. И часто иногда говорят. Нет, на самом деле, потому что все эвакуированные заводы с Киева, Харькова, Минска, Прибалтики, там работала масса евреев. Они все остались там на безземе, все там получали квартиры. А не то, что вот здесь. Нет, это все там. Так вот, далеко, конечно, будет ездить, но мы постараемся людей заинтересовать, организовывать транспорт. И хорошо, когда могут приехать люди разных поколений, люди разных интересов. И вообще тот факт, что еврейский дом будет в национальной деревне, это меня так греет. Вы обещали рассказать немножко об убранстве дома. А откуда вот такие прекрасные персонажи? Один герой из Самарского кукольного театра «Шамрон», который здесь был, замечательный театр под руководством Людмилы Агабековой. А эта барышня приехала к нам из Костромы, из другого спектакля кукольного. И как-то они у меня примелькались. Ну, хотя всем нравится, и вдруг я только недавно увидел, бах, думаю, этот древний еврей явно из пустыни Аравии, из аравийской пустыни, из пустыни Нигев. А эта же барышня уже 19-й век, 18-19 век, Российская империя или Польша. Но, тем не менее, благодаря этим двум куклам мы можем понять костюм, культуру костюма. Бедуины, строго говоря, сейчас также одеваются в Израиле. Марк Лихович, скажите, в России очень популярны разные анекдоты, шутки про евреев. Откуда это взялось и как вы относитесь? Ирония, и самая ирония – это совершенно очищающее душу чувство. Это, чтобы не занестись. Ну, вот буквально сегодня мы поехали отвозить афишу на концерт 26-го. И звоню, говорю, как к вам въехать? Они говорят, вот вы увидите, там шлагбаум. Я говорю, там где? Ну, вот там за поворотом ухлагбаума. А, замечательно. Я говорю, шлагбаум – это фамилия или должность? Пауза. Я говорю, вы знаете, Рабинович сейчас спрашивает. Скажите, Рабинович, сколько евреев работают на железной дороге? Двое, отвечает Рабинович, я и шлагбаум. Ну, тут все рассмеялись уже по телефону. И тот человек сказал, я открыл шлагбаум. И есть еще масса анекдотов. Есть, конечно, анекдоты не то, что скабрезные, а есть анекдоты унижающие. Это не дает, не делает честь ни тому, кто его рассказывает, ни тому, кто его слушает. Но есть анекдоты, когда человек высмеивает себя или какие-то дурные свои привычки, или какие-то свойства, или не очень дурные, но они смешны тем, кто не знает, в основном, где евреи, то в этом ничего страшного нет. Это замечательно. Марк Львович, спасибо большое, что так тепло нас встретили. Небольшой привели нам экскурс в историю. Рассказали о традициях народа. То, чем живут, какую музыку слушают, и как сохраняют традиции другие народы многонациональной Самары, мы с вами узнаем в следующих передачах. Всего вам самого доброго. Спасибо, дорогие друзья. Я очень рад поделиться с вами искусством, музыкальным искусством еврейского народа. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»